Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. На встречу год желтой земляной свиньи или почему Владивосток празднует Восточный Новый Год, приглашая библиотека Горького. Как тренировать поросят, чем они питаются и почему так любят всех вокруг. На мероприятии вы узнаете также о лунном календаре, о том, как празднуют Новый Год и почему в России прижились символы Восточного Календаря. Об этом расскажут ветеринар, специалист зоопарка на садгороде Виктор Агафонов и профессор-преподаватель Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Мария Сердюк. Начало в 18.30, вход свободный. А в Театре молодежи легенда о подвиге в двух действиях по мотивам романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». Цель спектакля – донести до современной молодежи, что такое истинный патриотизм, настоящий и неподдельный. Начало в 18.00, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Оперу Травиата дадут на сцене Мариинского театра. Трогательная история обреченной любви, рассказанная музыкой Верди, уже более 160 лет неизменно вызывает у слушателей всего мира сострадания и веру в красоту человеческой души. Начало в 19.00, стоимость билетов от 100 до 2000 рублей. Накануне 115-летия начала русско-японской войны состоится открытие выставки на сопках Маньчжурии «Русско-японская война глазами художника» в главном здании Приморской картиной галереи. В экспозиции более 50 произведений, живописи и графики. Вход на вернисаж свободный. В дальнейшем стоимость билета составит от 150 до 250 рублей. Инклюзивный рок-фестиваль «Арт-интеграция» под лозунгом «Музыка объединяет» пройдет в Театре Андеграунд. На одной сцене выступят группы, которые многие давно знают и успели полюбить. Дебютируют совсем молодые коллективы и музыканты с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль раскроет разнообразие музыкальных стилей. Его цель – дать возможность поделиться своим талантом, невзирая на предрассудки, физические и социальные ограничения. Начало в 10.00. Вход свободный. На День российской науки приглашает Приморский океанариум. В программе научно-популярный лекторий на тему «Почему люди чаще летают в космос, чем спускаются на дно океана». Станционный маршрут, мастер-класс погружения, посещение интерактивного батискафа. Начало в 12.00. Стоимость билетов от 500 до 1200 рублей. Спектакль театра «Тан» «Все мальчишки-дураки» дадут на сцене Пушкинского театра. В пьесе-сказке Ксении Драгунской все перевернуто с ног на голову. Начало в 12.00. Стоимость билетов от 200 до 250 рублей. Хоккейный турнир без вратарей «Шлем и краги» состоится на стадионе «Строитель». Правила просты. Шесть игроков в команде. Игра на время по схеме 4 на 4 и полное отсутствие вратарей. Каждая игра проходит в два периода по 15 минут с 5-минутным перерывом. Принять участие может каждый. Все, что нужно, собрать свою команду, зарегистрироваться и выйти на лед. Команда-победитель отправится на национальный финал, который пройдет 5 марта в Москве. Начало в 9.00. Вход свободный. Театрализованный концерт «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» приглашает Пушкинский театр. Вместе с главными героями и четырьмя обычными детьми зрители познакомятся с обитателями невероятного мира и попробуют освободить волшебную страну от колдовства злой королевы. Начало в 12.00. Стоимость билетов от 300 до 400 рублей. А на сцене Приморской филармонии состоится концерт, о чем поет Италия. Начало в 18.00. Стоимость билетов 500 рублей. Комедию «Будьте здоровы» по пьесе Пьера Шино дадут на сцене Драматического театра Тихоокеанского флота. Начало в 15.00. Стоимость билетов от 350 до 500 рублей. А юных зрителей на спектакль «Умка» приглашает театр кукол. Начало в 12.00. Стоимость билетов 300 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Субтитры создавал DimaTorzok